Севастополь 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 А пока перейдем к другим новостям города. Неизвестно атаковали лагерь военно-патриотического клуба в Байдарской долине. По информации инструктора Федерации армейского рукопашного боя Севастополя Артура Удякова, злоумышленники подожгли три автомобиля. В результате два из них сгорели полностью. В одном из автомобилей погибла собака. Люди не пострадали. В машинах находились личные вещи и документы воспитанников лагеря и их родителей, а также инструкторов. На место происшествия вызвали представителей главного управления МЧС в Севастополе, пожарно-спасательной части Орлина и Балаклавского райотдела УМВД. Причины инцидента устанавливают. Свидетели просят позвонить в полицию по номеру 102. Сооружения времен Великой Отечественной войны на холме Каткарта в Севастополе накануне привели в порядок добровольцы из Объединения Патриотов Севастополя и отряда Береговая оборона. Они очистили 24-й и 25-й доты, покрасили их и установили информационные стенды. Об истории огневых точек и о том, почему важно помнить о памятниках Великого прошлого, в следующем сюжете. Недалеко от знаменитого мемориала Сапун-гора находится английский некрополь или Каткарта в холм. Здесь похоронен командир 4-й дивизии британской армии генерал Георг Каткарт. Он погиб в Инкерманском сражении в октябре 1854 года. За британским военным кладбищем находятся памятники другой войне, Великой Отечественной. В 1941-1942 годах на холме Каткарта проходила оборонительная линия защитников Севастополя. Части ограды, сторожка и надгробные плиты английского некрополя были использованы при возведении блиндажей и дотов оборонительного рубежа. Вот одна из таких огневых точек. Эти доты должны были встретить противника огнем из 45-мм пушки 21К и задержать на пути к центру Севастополя. Мы сейчас находимся на линии тылового рубежа обороны. Бои здесь происходили 29-30 июня 1942 года. Линия тылового рубежа представляла собой несколько линий проволочного заграждения. Противотанковый ров, который находится перед нами. А позади противотанкового рва находилось несколько дотов. В основном это были противотанковые доты и пулеметные. Егор Асов впервые приехал в Севастополь. Молодой человек учится в Казанском федеральном университете и уже несколько лет участвует в поисковом движении России. В Семперополе прохожу практику от института. Я случайно сконтактировался с человеком, который пригласил меня сюда приехать на один день. В институте просто происходил набор в отряд. Как-то первый раз съездила и потом она уже затянула. То есть, когда ты находишься в экспедиции, ты каким-то другим человеком становишься. Тебе нравится там, хочется каждые полгода ездить там постоянно. Оксана Орлова из Ташкента тоже признается. Она давно увлекается историей Великой Отечественной войны и всегда мечтала побывать на Крымской земле. Поскольку Крым присоединился к России, а я россиянка, хотя я проживала на территории Средней Азии, то я, конечно, очень обрадовалась, что такой легендарный город. У меня появилась возможность сюда приехать. Если получится, то жить. А и тут моя мечта сбылась. Познакомилась с ребятами, которые занимаются поисковой деятельностью. Поэтому я, можно сказать, счастлива. На данный момент я могу считать себя счастливым человеком, что я выполняю такую важную и нужную работу. За пару часов волонтеры очистили доты от мусора, покрасили их и установили информационные стенды. Чтобы сохранить в хорошем состоянии исторические объекты, правительство Севастополя оказывает серьезную финансовую поддержку. В региональном отделении поискового движения России уверены, сохранение военных памятников повышает туристическую привлекательность региона. Денис Тишин и Сергей Котлегенко, информационный канал Севастополя. Вниманию жителей и гостей Севастополя. Сегодня часть улиц города останутся без света и воды. Об этом сообщили на официальных сайтах ресурсоснабжающих предприятий. Не будет света с 8 до 17 в районе улиц Вериной, Василия Шукшина, Парусной, Полевой, Виноградной, Лучистой, Дарданельской, а также частично по проспекту Генерала Острякова и в селах Камышлы и Дальнем. А с 7.30 до 16.30 электроэнергии они будут подаваться на улицу Фискультурную в Балаклаве. Без воды останутся потребители в районе улиц Горпищенко, Паршина, Истомина, Красносельского, Окопной, Оборонной и Второй Бастионной. Отключения связаны с ремонтными работами. А в связи с репетицией и проведением морского парада ко дню военно-морского флота России в Севастопольской бухте временно перекроют рейд. Ограничения движения морского общественного транспорта введут 24 и 26 июля с 8.30 до 15 часов, а также 29 июля на время проведения праздничных мероприятий. Для перевозки пассажиров в эти дни задействуют автобусы. В Севастополе стартовал юбилейный фестиваль духовно-патриотической песни «Небо славян». Он собрал гостей и зрителей со всей России от Новосибирска до Краснодара. Фестиваль ежегодно поддерживает правительство города. Союз журналистов России, Севастопольское благочинье, а также музей-заповедник Херсонес-Таврический. О том, как прошел первый день фестиваля, в следующем сюжете. «Небо славян» – открытый конкурс духовно-патриотической песни. В этом году фестиваль отметил юбилей – 15 лет с первого концерта. Открытие фестиваля прошло в субботу вечером на летней эстраде «Ракушка». Это самый мирный и самый лучший по цели фестиваль, потому как он направлен на то, как раз чего сегодня в мире очень не хватает нам – единства. Не просто единства, а единства славянских народов. Девиз фестиваля – мы не строим стены, мы возводим мосты. Он ежегодно собирает более 40 участников в возрасте от 4 до 70 лет. Каждый выступает в своей номинации. Всего их 5 – автор-исполнитель, солист, композитор, дуэт и ансамбль. Одно из условий – артист может выступить только в двух номинациях. Кроме того, песня исполнителя должна соответствовать духовно-патриотической тематике. Еще одна особенность таких фестивалей – в нем участвуют исполнители со всей страны. Мы специально ехали 4000 километров, зная, что есть такой фестиваль. Приурочили нашу поездку к фестивалю, чтобы посмотреть, напитаться вот этим всем святым духом на самом деле, потому что здесь потрясающе, просто потрясающе. В город мы вас уже полюбили. Чувство патриотизма просто зашкаливает. Среди участников и те, кто не пропустил ни одного фестиваля. Алина Ганаева начинала 10 лет назад с детской номинации. Теперь участвует уже в молодежной. На сцену Алина вышла в том же образе, что и в первый раз. Говорит, несмотря на опыт, на этом фестивале всегда волнуется. Ты понимаешь, что все, кто на тебя смотрят, жюри родные, они твои близкие. И, как всегда, для меня было намного тяжелее выступать, когда на тебя смотрят, например, меньше человек или кто-то смотрит прямо в упор. Фестиваль продлится до 28 июля. Сегодня участники еще раз выступят на летней эстраде «Ракушка». Концертная программа завершится в субботу городским крестным ходом в честь Дня Святого Князя Владимира. Светлана Федодеева, Катарина Вербицкая, Андрей Глушенко. А всемирный день китов и дельфинов отмечают сегодня. Дату учредили в 1986 году, когда Международная комиссия запретила китобойный промысел. Защита подводных обитателей актуальна и в России. В нашей стране обитают несколько десятков видов морских млекопитающих. Многие из этих животных под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу. Во Всемирный день китов и дельфинов различные группы организации проводят акции в защиту морских млекопитающих. Напомним, в Черном море можно увидеть несколько видов дельфинов. Самые крупные из них – афалины. Далее о новостях спорта расскажет Михаил Кумбров. Михаил, здравствуйте. Добрый день, Левтина. Какие спортивные события произошли в минувшие выходные? Сейчас обо всем по порядку. Здравствуйте, уважаемые телезрители. 22 июля по всей стране отметили День бокса. Любители и спортсмены от Владивостока до Санкт-Петербурга провели массовую тренировку на городских площадях. А накануне вечером в Москве прошел грандиозный поединок. Финал всемирной боксерской суперсерии за звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе. Сошлись россиянин Мурат Гассиев и уроженец Симферополя, выступающий под украинским флагом Александр Усик. Оба бойца до этого боя не знали поражений. Гассиев в 26 поединках 26 раз одерживал победу. 19 из них нокаутом. Результаты Усика несколько скромнее. В 14 боях 14 побед. Но в этот вечер украинец был активнее. Суммарно в 12 раундах Усик нанес свыше 900 ударов. Гассиев в три раза меньше. Итоговая победа и кубок Мохаммеда Али единогласно достались Александру Усику, который собрал в этот вечер все четыре чемпионских пояса по версии Всемирного боксерского совета WBC, Всемирной боксерской организации WBO, Всемирной боксерской ассоциации WBA и Международной боксерской федерации IBF. А теперь к новостям спорта в нашем городе. В воскресенье на Малых полях СКС арены Севастополь открыли очередной турнир по мини-футболу среди ветеранов Вооруженных сил России. Подробности в сюжете. 13-й турнир официально открыт. Его приурочили ко дню военно-морского флота. С этого года соревнованием присвоено имя известного футболиста и тренера Василия Бориса. Долгие годы он, являясь старшим тренером сборной команды Севастополя, выводил эту команду и в лидеры крымского футбола, но и также успешно выступал на чемпионате вооруженных сил. Поэтому мы чтим память этого человека. Ежегодное первенство привлекает гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Северодвинска. Практически все участники, представители и ветераны Вооруженных сил. Люди, которые служили и в военно-морском флоте, люди, которые служили и в горячих точках, но самое главное, что это все те люди, которые неразрывно связаны часть их жизни с городом Севастополь. На турнире 8 команд. Круговая система игр позволит каждой команде поочередно сыграть со всеми соперниками. Победитель прошлого розыгрыша – команда «Зенит». Представляют Севастополь и на всероссийских соревнованиях. Команда была создана около 10 лет назад, 40+. На сегодня мы являемся одной из ведущих команд города Севастополя по футболу. Цель только одна – побеждать, выигрывать и получать удовольствие от игры в футбол. Поддержать футболистов собрались болельщики. Как правило, это близкие люди и друзья. Также это место встречи старых товарищей и сослуживцев. Ветераны делятся воспоминаниями, приносят фотографии. Для них турнир – очередной праздник. Я радуюсь, что они ведут здоровый образ жизни. Это очень здорово. И турнир в городе этот, о нем знают очень многие. И я, как ветеран футбола, рад за наш город, что вот все это у нас происходит. В первый день соревнований завершились четыре встречи. В эту субботу определятся победитель и призеры турнира. А на большом поле проведут традиционный поединок – сборная правительства Севастополя и правительства Санкт-Петербурга. Михаил Кумбров, Владимир Мелянский, Сергей Котляренко, информационный канал Севастополя. В Бухте Казачьи выходные прошел чемпионат ассоциации класса «Конрад-25». Ежегодные парусные гонки завершились в два этапа. На первом соревновались дети за звание молодого капитана, а во втором уже опытные ихцмены продемонстрировали свои навыки. Подробности в сюжете. Полный штиль с самого утра едва не поставил под вопрос проведение гонок. Но ихцмены знают, как наполнить паруса ветром. Многие участники с опытом международных соревнований. Юрий Божидомов – мастер спорта международного класса. Тренировки – это как в любом виде спорта. То есть это и физическая подготовка, это и тактическая подготовка. Ну, парусный спорт – он многогранен. Мы собираемся и хотим получить удовольствие от самих гонок, от процесса, от общения. Мы участвуем в олимпийских классах и в крейсерских гонках. Поэтому регат хватает. Яхта класса «Конрад-25», а в международной классификации «Петерсон-25» – это стеклопластиковый монокок и мачта с парусами. Самый распространенный класс в России. В таких гонках победу определяют слаженность экипажа и мастерство каждого участника. «Конрад-25», они все уже такие возрастные, но они спортивные в плане того, что максимальное парусное вооружение здесь для такого корпуса – 7,5 метров. И они достаточно быстро ходят. Причем ходят как на острых курсах к ветру, так и на попутных. За правилами проведения регаты следит судья соревнований. Перед стартом он определяет маршрут. Для этого раскидывает по бухте оранжевые буи. Их необходимо обогнуть, выполнив так называемую петлю. И вот, все готово. Яхты на стартовой позиции ждут сигнала. Две, одна. Старт чист. Экипажи начинают движение по дистанции. После первого маневра вокруг отметки в ход идут спиннакеры. Дополнительный разноцветный парус помогает ускориться и выиграть время. Но и управление яхтой становится сложнее. Поэтому спиннакер на мачте – признак особого мастерства команды. Борьба за лидерство разворачивается в заключительной части заезда. И первым к финишу приходит экипаж яхты «Нептун». Свисток судей фиксирует победу «Нептуна». Второе место у экипажа яхты «Вега». Третье – «Корсар». А поддержали севастопольских яхтсменов. Михаил Кумбров, Владимир Милянский, Михаил Волобуев. Информационный канал «Севастополя». Так завершились эти спортивные выходные в нашем городе. Больше информации вы узнаете в следующих выпусках новостей. Алифтина? Спасибо, Михаил. А выходить в море можно не только на яхтах. Необычный спортивный заплыв на матрасах устроили жители Тольятти. В минувшие выходные в этом городе прошел сильный ливень. Уровень воды в центре Тольятти поднялся до середины колес автомобилей. Двое местных жителей не растерялись и спустили на воду надувной матрас. Они также выловили автомобильный номер и прикрепили к плавсредству. Соблюдали ли молодые люди правила дорожного движения? Свидетели не сообщили. В Севастополе сегодня тоже обещают осадки, но кратковременные. 23 июля в городе переменная облачность, возможно, небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха до 28 градусов тепла. Температура морской воды до 24 градусов со знаком плюс. Это были все новости к этому часу. Еще больше интересной информации смотрите на нашем сайте xtv.ru. Телефон редакции 54-51-12. В студии работала Алевтина Игнатьева и Михаил Кумбров. Мы желаем вам всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok